Для тех, кто присутствовал на предыдущей лекции Джеффри Тейлора, во многом моя лекция будет являться продолжением разговора на эту тему. Мы поговорим с вами о первых методиках использования научных методов для установления принадлежности тех или иных художественных работ. Я работал в Нью-Йорке в коллекции Фрика. Это небольшая, но существенно крупная по своей важности коллекция XIX века, названная именем владельца по фамилии Фрик. Он тщательно отбирал работы, которые вошли в состав данной коллекции. Что важнее? Данная коллекция включает библиотеку. Фрика – это одна из важнейших библиотек мира с точки зрения важности научных работ. Библиотеку. Спасибо. научный анализ приметов искусства что это такое какие научные принципы стоят за этой техникой но научное обследование можно определить как обследование с использованием научных методов анализа либо технологических средств инструментов приборов или результаты использования таких приборов или применения таких методов что по моему мнению является первой попыткой применения научных методов для оценки принадлежности предмета искусства это знаменитый случай который восходит к эпохе архимеда знаменитый математик инженер философ 3 век архимед отвечал за следующую задачу необходимо было установить является ли новая корона полностью золотой либо же золотых делмастер оказался не чист на руку и приворовал были сомнения на этот счет обратились к архимеду ему было поручено установить своровал ли золотой делмастер золото или нет как известно архимед понимал в ванну и он увидел что когда он сел залез в ванну вылилась из него вода и он понял что все твердые тела занимают определенный объем который можно замерить и мы можем замерить если мы можем замерить геометрические размеры самого предмета если мы нам сложно измерить объем твердого тела мы можем замерить объем воды вытесненной данным телом и так он смог выяснить сколько золота содержится в этой короне и если же в корона не целиком из золота есть сердечник из другого материала из другого металла то тогда это можно было бы выяснить в результате серии несложных экспериментов и вот иллюстрация на экране соответствующие вытесненный объем можно замерить параметры объекта и выяснить сколько воды было вытеснено этим погруженным водовым телом в древности проверки тестирования приметов искусства как она выполнялась оценилось качество металла тест на твердость например сопоставлялись некоторые материалы какой материал оставь оставляет царапину другом более твердый материал оставляет царапину другом самое знаменито это золотые монеты их закосывали зубами потому что сложно воспроизвести ту же плотность материала например другой материал это бриллиант он же алмаз алмаз оставляет царапину стекле поскольку твердость алмаза выше тестирование при использовании кислот конечно же такие виды тестов приводят к частичному разрушению материала золото не растворяют обычные кислоты только так называемая царская водка при помощи такого теста можно установить ценность стульной иконы в определенный исторический период остро стоял вопрос подделками религиозных произведений из икон и и существовало несколько методик установления подлинности таких работ или их поделок некоторые религиозные учреждения делали копии икон из других материалов после чего копии перепродавали в средневековье что произошло в средневековье не было разработано достаточное количество доставленных методов если они были в римские времена не были позабыты 18 век именно тогда появляется первый интерес данной теме тут стекаются две теории нарождаются наука химия и другие естественные науки одна из первых отраслей применения одна из первых публикаций научного характера в которой говорится о таком вопросе как выявление подлинности того или подлинного древнего артефакта первое это мумии египетские артефакты проводились определенные встречи на которых бинты с мумии снимали то есть собирались люди приглашай приглашали непрофессиональных исследователей и они собирались вместе чтобы снять бинты из мумии их крайне волновало то как смогли сохранить эти мумифицированные тела какие техники бальзамирования использовались тому посвящено несколько работ говорили о происхождении пигментов красок найденных в саркофагах но это уже вторичное дело чем вызван данный интерес данный интерес продолжился и уже в поствиктрианскую эпоху мы видим переход из алхимии в химию в том виде в котором мы узнаем в современном виде открытие кислорода закон о сохранении массы материи потребовалось развития аналитической химии все это шло на фоне экономического развития стран информация становилась достоянием общественности развитие оптических приборов оптической техники это первые самые простые микроскопы увеличительные стекла первые микроскопы обеспечивали небольшое увеличение потом техника развивалась появились более сложные инструменты появились более совершенные линзы объективы использовался поларизованный свет для определения состава пигментов и анализа тех или иных материалов теперь поговорим про библиотеку в рамках коллекции генри фрика есть интересная работа которая как мне представляется является самой древней полноценной публикации на следующую тему аналитическая химия произведение искусства использование минеральных красителей лаков красок и эмалий данная книга просто потрясающая я не мог поверить что эта книга 1816 года здесь настолько подробно все классифицировано точно так же как в современной литературе в которой можно найти сегодня можно эту книгу прямо взять с вами сегодня здесь открыть и легко мы сможем в ней найти искомый материал нам потребуется лишь итальянский словарь потому что книга на итальянском здесь сказано о химическом составе различных красок красителей мы узнали откуда поступают тельные краски в палитру итальянских художников приводятся примеры кроме того здесь описано то как создавать оборудование необходимо и для изготовления таких красок что здесь примечательно в этой книге во многих книгах похожих на это издание они очень редкие после того как я нашел эту книгу я узнал что есть ряд многих других публикаций 19 века но они не настолько полные как работы конца 18 века здесь описываются различные техники изготовления пигментов красок возможно мы потеряли определенный пласт истории знания были утеряны так или иначе не переданы потомкам мы считаем что наука всегда движется вперед линеально линейно только вперед на самом деле было сделано несколько шагов назад эти книги были утеряны и забыто и в восьмидесятые годы 19 века появилась серия специализированных публикаций представляющих собой личные усилия которое было координировано людьми сохраняющими предметы искусства это было сложно потому что если есть непосредственное приложение практическое приложение данных методов то есть каков химический состав картины как мы можем ее сохранить почему она меняет цвет если она меняет цвет как мы можем этого избежать и затем у нас есть целая серия комбинаций пигментов которые могут друг с другом реагировать например мышьяк в соединении со свинцовыми белилами может превратить эти белила в краску черного цвета как мы видим в известном случае черных ангелов на иконах это результат реакции которая меняет оригинальную цветовую композицию и первая лаборатория которая была посвящена специально этому вопросу была в германии это была Радгенская исследовательская лаборатория основанная в 1888 году доктором Фридрихом Радгеном это была первая специализированная лаборатория но он работал работал не с одним германским музеем он работал со всеми германскими музеями сейчас он в основном работает с музеем в Берлине это очень интересно потому что это было поворотным пунктом в данной отрасли и удивительно что мало людей знают об этом так же как и о старых книгах которые я раскопал в библиотеках в данном контексте пояснение того как много удивительных исторических находок я сделал по использованию науки в консервации произведений искусства я работал по стипендии в коллекции Фрика это коллекция которая основана Генри Фриком он завещал свою коллекцию фонду который возглавляла его дочь госпожа Хелен Фрик после своей смерти в 1919 году и там есть также и справочная библиотека которая также расположена в коллекции Фрика вот это фасад это на стороне расположен музей расположен в Манхэттене рядом с центральным парком это бывший жилой дом превращенный в музей несколько перестроек сделано добавлено было такие как вот этот павильон был добавлен уже после его смерти но значительная часть коллекции оставлена так же как это было при жизни Фрика вот это собственно такая галерея как она была некоторые картины выставлены в гостиных то есть расположены именно так как он сам их расставил и развесил и когда я там работал над своим исследованием мне попалась очень интересная картина и давайте поговорим о ней чтобы поговорить о ней я расскажу вам историю где действует несколько персонажей которые я должен вам представить прежде всего первый из них это Карл Девильд он происходит из семьи которая занималась сохранением произведений искусства он голландец он работал сначала в музее Франца Хальса его семья занималась сохранением произведений искусства на протяжении поколений и он первым стал использовать научные методы эксперименты в консервации произведений искусства и ввел первым несколько технологий консервации например так называемый голландский способ покрытия картин воском который уже был известен но он распространил его и превратил его в систематизм сделал подход систематический он выступал на многих ролях в коллекции Фрика и как специалист по консервации и он писал отчеты о том когда картину приобретали когда нужно было перевозить или нужно соответственно общим образом доложить о состоянии картины выглядит ли она точно так же как раньше до транспортировки он так же выступал в качестве эксперта знатока и проводил физический осмотр устанавливая стиль в котором написана картина и так же проверял ее физические свойства с помощью микроскопа и микрохимии он так же и работал в качестве посредника при приобретении произведения искусства то есть он находил картину которая может быть понравится господину Фрику и он связывал господина Фрика с потенциальным продавцом он родился в Кесле учился в королевской академии искусств в Гааге сначала первое образование художник и затем он поменял свою карьеру он работал в музее Маурициуса в определенный момент и его босс господин Хопман вышел на пенсию он так же был одним из первых ученых кто работал в области консервации он работал под началом господина Бредиуса и господина Ховстеда оба были очень важными известными знатоками в живописи особенно Рембрандта и Франца Хальса и именно его выбрали в качестве главы отдела консервации музея Маурициуса он отправился в Вену и Берлин чтобы под руководством доктора Хаузера изучать консервацию произведения искусства который был одним из первых специалистов этой области это Авраам Бредиус о котором Джефф уже упоминал он был экспертом в творчестве Рембрандта и у него очень часто расходились мнения с Корнелиусом Ховстедом Дегрут и он писал много для исторических журналов в то время в 1922 году переехал из Нидерландов в Монако но до этого времени то есть в те времена когда происходит наша история он в основном был в Голландии и много раз посещал Нью-Йорк он опубликовал много книг и он опубликовал несколько каталогов Рембрандта его последний каталог очень часто известен как Бредиус 1935 года под руководством доктора Хаузера он стал использовать передовые методы химии в применительных искусствах включая химические тесты извините не так это это Девильд Девильд начал использовать рентгенские лучи он он начал использовать рентген как только он появился когда открыли рентген рентген рентгенские излучения и уже на следующий год рентгенские лучи использовались для исследования картин и так Девильд работал в компании по консервации переехал в Америку и затем до 1911 года работал с компанией Нодлер которая очень важна это очень важная старинная компания они продавали картины всем важным покупателям в Нью-Йорке у них также была замечательная студия по консервации но в конце концов он начал работать независимо в 1916 с 1916 года у него здоровье пошатнулось и он принял предложение преподавать в университете Пенсильвании в 1921 году но он преподал только два семестра и умер в 1922 и все его братья они работали с музеем Мауриция с Метрополитен Музеем в Нью-Йорке с коллекцией Фрика Вермира как вы видите они они раскрыли несколько подделок Вермира это то о чем говорилось на предыдущей лекции и он также опубликовал очень важную публикацию которая называлась Научное исследование картин Это книга, которую сейчас очень трудно найти А также Корнелис Хофстед де Грут С которым часто Брэддиус расходился во мнениях Это был первый историк искусства Нидерландов Нидерланд получивший академическое образование То есть он первый получил подготовку в качестве историка искусств Что было редкостью в те времена И кроме того, мы должны упомянуть Вилле Гельмободе Который был куратором Начал как студент-юрист Но закончил тем, что он был ответственным зам музея в Берлине И также работал над перестройкой Крупных музеев в Германии после воссоединения И так вот, это интересная команда экспертов области Рембрандта И голландских мастеров Они знали все друг друга И они создали очень интересное пространство По оспариванию произведений искусства Девильд, по крайней мере Работал, был вовлечен в два судебных прецедента Интересно, как этот конфликт представляют Статья говорит, что была некая картина 19 века Подлинность которой вызывала сомнения И господин Хэкт говорил Что, по его мнению, это новейшая подделка То есть, это такая интерьерная картина А господин Досон сказал, что это ни рыба, ни мясо А Девильд, который работал тогда на другую компанию Дал противоречащее этому мнение А вот картина Которая вызвала мой интерес в коллекции Фрика Эта картина называется Старуха с книгой Или Старая женщина с библией Есть различные варианты названий И ее авторство приписывают Кэрол Ван дер Плюму Кэрол Ван дер Плюм Был двоюродным братом Рембрандта И возглавлял Академическую гильдию художников Харлеме И был не менее важен, наверное, чем Рембрандт Это старый образец Сейчас у нас в коллекции есть старые фотографии С момента приобретения Мы можем сравнить картину, как она выглядит сегодня С тем, как она выглядит на момент приобретения Картину приобрели в 1916 году От торговца произведения искусства Жюля Палже из Парижа И на тот момент Авторству приписывали Рембрандту Посредником в этой сделке был Эдвард Брандус Брандус работал как посредник В Париже Обратите внимание Что дело происходит в 1916 году В разгаре Первой мировой войны И достаточно сложно В этих условиях И хотя говорится, что Картину приобрели в Париже Это не совсем правильно Потому что переписка идет И с Нидерландами И часть переписки на территории Германии Что потребовало от господина Фрика Специального разрешения Чтобы он мог заключать сделку с врагом Специальный документ Который позволял ему Вести переговоры С врагом во время войны И Брандус Как Брандус высоко оценил картину Запросил точку зрения Бриуса Знаменитого ученого Специалиста Эксперта Знатока Он издал каталог И в данном каталоге Он назвал данную работу Подданной работой Рембрандта И он назвал ее Одной из лучших работ Рембрандта На переговоры потребовалось Значительное время Появились другие препятствия Для сделки И целая волна писем И чем примечательна библиотека Это личная переписка Корреспонденция Генри Фрика Его дочери Таким образом Изучив данные материалы Можно гораздо более полное представление Получить о работе Данного человека Мы можем Установить Как События развивались Во времена войны С той Или другой стороны Фронта Как велись переговоры На какие темы Велись разговоры Какие споры возникали Нужно было отправлять Изображения Фотографии Производились Денежные переводы Транзакции И вот Пример того Как Выявляются такие факты Устанавливается Наличие записей В соответствующих Банковских книгах Это расписки Финансовые документы Квитанции И Он Убедил Господина Фрика Приобрести картину И вот Описание Кто Являлся Предыдущим Владельцем Где Была Эта Картина Она Была Внесена В каталог В 1888 Году И так далее И вот Сообщите мне Все ли в порядке С уважением Искренне ваш Потребовались Дополнительные Уточнения Все эти люди Сходятся во мнении Что это Подлинная работа Рембрандта Потому что Есть документы Они отражают Всюю историю Транзакции И они подтверждают Что это действительно Работа Рембрандта Дополнительные Проверки Господин Девиль Специалист По сохранению Приметов Искусства Проанализировал Данную Работу И заявил Это похоже На работу Рембрандта Она в отличном Состоянии Кроме того Он упоминал Что Запросил Мнение Брэддиуса Поступил данный Запрос Господин Брэддиус Решил Написать Письмо Мистеру Фрику Генри Фрику Возможно Ему стало известно От данной Покупки Возможно К нему Кто-то Обратился За советом За консультацией И он Решил Выдать Свою Консультацию Решил Поделиться Своим Мнением Итак Он пишет Ему письмо И пишет Уважаемый Господин Генри Фрик Я с Сожалением Прочитал Новость О том Что вы Приобрели Данную Работу Рембрандта В кавычках Старуха С книгой Это определенно Не работа Рембрандта Я не знаю Почему Кэрол Дэвиль Пришел К такому Заключению Почему Другие Специалисты Также Заявили О том Что это Подлинная Работа Должен Сказать Что Я тоже Думал Что это Рембрандт Но я Изменился В точку Зрения Надеюсь Вы сможете Вернуть Уплаченные За эту Работу Деньги Искренне Ваш Подпись Это Эффект Это Событие Произошло Эффект Разорвавшейся Бомбы Это Огромная Сумма Была Уплачена За Эту Работу Несколько Миллионов И Господин Фрик Конечно же Показал Данное Письмо Сотрудникам Дэвилю Здесь Это Отсылка К письму И Господин Фрик Счелк Что это Не очень Хорошо Стороны Этого Знатока Искусства И Пишут Еще Одно Письмо Бредилс Пишет Следующее Письмо Я Пришел В ужас Господин Бредилс Решил Говорить От имени Этого Человека И Он Принимает Решение Сравнить Эту Картину С другими Работами Которые Не Имеют Никого Отношения К предмету Данного Разговора Таким Образом Начинается Дискуссия Разговор На Более Обширную Тему Нежели На Тему Конкретного Произведения И Вероятно Девиль Прочитал Это Письмо Которому Показал Господин Фрик И Принято Решение Предоставить Научный Аргумент Пишут Письмо На Английском Музыке Очень Напористо Очень Агрессивным Образом Изложена Эта Позиция Им Пытаются Как бы Вбить Клин Между Авторитетом Знатока Искусства И объективными Методами Науки Мне понравилось Это письмо Данный диалог Данный Обмен Мнениями Потому Что Это В двух Словах Вся Дискуссия Вся Суть Дискуссии Вот Это Противоречие Между Мнением Знатока И Применением Научных Методов С одной Стороны Субъективное Мнение Эксперта С другой Стороны Объективное Использование Научных Доводов Не то Что Девиль Говорит Что Все Можно Свести К Каким То Измерения Но Он Отмечает Следующее Необходимо Также Изучить Материальную Сторону Вопроса И Эксперт Пришел К выводу К неверному Вводу С самого Начала Просто Использовались Не Тем Материалы Которые Не Могли Быть Использованы На тот Момент То Есть Они Не Соответствовали Эпохе Таким Образом Он Смог Выдвинуть Свой Аргумент В поддержку Данной Точкой Зрения И К сожалению В этом Письме Он Он Упоминает Свой Отчет Которым Он Якобы Нашел Непходимо Доказательства Для того Чтобы подтвердить Подлинность Данной Работы Как Работы Кисти Рембрандта Никто До этого Не мог Найти Этот Отчет Эту Справку Продолжается Данные Ожесточенные Дебаты Есть История Продного Физика Прошу прощения Обратились К врачу К медицинскому Специалисту Чтобы Он Описал То Как Изображение Кистей Рук Отличается На Этой Картине И На Настоящих Подлинных Работах Рембрандта Человек Завел Что Не хочет Примать Участие В Данном Разговоре Были Задействованы Различные Специалисты Все Другие Работы Также Цитировались И Начинается Целая Волна Опровержений Со стороны Одних Специалистов В отношении Работ Им Заключения Других И Внутри Данного Сообщества В рамках Этой Дискуссии В этой Переписке Начинается Вот это Противостояние И Начинают Ставить Под сомнение Все Предыдущие Заключения Когда Отменяется Одно Решение Эксперта Эксперт Нее Точку Зрения Это Приводит К Эффекту Домино Согласно Документам Данная Картина Попала В каталог Как работа Рембрандта До 1936 Года Атрибуция Выполнялась Слышим Образом Здесь Можно Найти В документах Оба имени Вот мы Видим Эту Книгу Школа Этого Художника Когда Пишут Школа Такого Художника Это означает Что Ученые Не знают Достоверно Кто Действительно Написал Эту Картину Но Стиль Определенно Соответствует Школе Этого Художника Нашли Репродукцию Данной Картины В Швеции В ней Были Незначительные Отличия В этой Репродукции И данная Репродукция Получила Известность Она Считается Копией Репродукции А не Оригинальной Картины Вот здесь Приводятся Документы В которых Содержится Запрос На то Чтобы Сравнение Это 1973 год Я Позволил Себе Сравнить Изображение Рук Кистей Рук На этих Работах Я Сравнил Изображение Рук Кистей Рук На Картинах И Пришел К выводу Что невозможно Установить Определенный Вид Изображения Кистей рук Рембрандта То есть Видимо У Рембрандта Нет Единой Манеры Изображения Рук Которым Можно было бы Придерживаться В качестве Определяющего Фактора Есть интересные Результаты Проведения Радиологических Исследований То есть Рентгеновские Излучения Излучения Используются Для Анализа Картины Радиография Специальная Технология Помогает Сформировать Изображение Здесь мы видим Лицо Изображение Лица Человека Вот лицо Старушки И вот еще Одно лицо Но это лицо Написано Слоем ниже Чем Финальная Картина Возможно Это был Набросок Эскиз Набросок Возможно Задумка Была Иная Даже Даже Если Автор Подделки Смог Хорошо Воспроизвести Изображение На поверхности То Изображение Слоем Ниже Может выдать Истинное Происхождение Этой Картины Поэтому Так Метод Использования Рентгеновского Излучения Позволяет Установить Подлинно Лица Картина Или нет Сейчас Есть Возможность Выполнить Фотографию Снимок В Инфракрасном Дипозоне Инфракрасное Излучение Проходит Через Определенные Слои Изображения И тем самым Позволяет Выявить Изображение Которое Находится Слоем ниже Еще один Примечательный Документ Который Использовал В нашей Работе Это Дневник Написанный Во время Путешествия Джон Адамсом Одним из Американских Президентов До того Как его Избрали Президентом Он путешествовал Был в Нидерландах И он Там Посетил Очень известную Коллекцию И Как раз Цитата Используется В Провенансе Данной Картины Он Упоминает Он Упоминает Именно Эту Картину И упоминает О том Что Она Известна Как Одна Из Самых Величайших Работ Рембрандта И Даже Упоминает Стоимость Этой Картины Настолько Она Была Известна Но Интересно Что До Этого Момента Пока Я Нашел Все Вот Эти Документы У Меня Не Было Доступа К Самой Картине Это Целый Протокол Есть Масса Логистики Достаточно Трудно Поступить Доступ Картина Не Выставлялась На протяжении Последних 35 лет Мне Пришлось Дергать Очень Многих Людей И В конце Концов Они Мне Пустили На Ее Посмотреть Она Была Внутри Вот Этого Красивого Старого Громадного Сейфа Называется Старый Сейф Выглядит Точно Так Как Новый Не Знаю Почему Он Старый Где-то Там Там Целые Там Масса Шедевров И там Надо было искать Потому что никто уже не помнил Где После В стольких лет Находится Именно Эта Картина Мы Нашли Мы Искали И Мы Нашли Я Извиняюсь За Плохое Качество Фотографии Но Лучше Не Получилось У меня Не было Разрешения Трогать Картину Я Мог Только Чуть Чуть Раздвинуть Остальные Предметы Подойти Чуть Чуть Поближе Картина В идеальном Состоянии Несколько Следов Консервации И реставрации А руки О которых Они так много Говорят В переписке И о том Что именно По руке Определили Что это не Рембрандт Сама рука Одна из Немногих Мест В картине Которая Совершенно Точно Подверглась Реставрации До такой Степени Что она Не является Оригинальной То есть Нельзя ее Использовать Для сравнения С чем Быто Ни Было Но Все Остальное Полно Деталей Гораздо Больше Деталей Чем Обычно Есть У Рембрандта Но Используются Такие Приемы Которые Его Доверный Брат Не Использовал Например Мазки По Мокрой Краске Это Уникально Вот Эта Рука Туманно Неопределенными Очертаниями И Вы Можете Видить Что В перспективе Очки Искажают Потому что Конечно Это Все Подразумевалось Изменение В ходе Консервации Итак Можем ли мы Приписать авторство Картины Рембрандта Какие Дополнительные Исследования Потребуются Для этого Итак Вы Знаете Историю Этой Картины Ее Приписывали Кисти Рембрандта Официально В каталогах Мне Не Четырех Экспертов Она Считалась Принадлежащей Кисти Рембрандта За Исключением Момента Когда В 2016 Бредиус Отказался От своего Мнения И никогда Точно Не Объяснил Почему Именно Что Приводит На сквы О том Что Если Следовать Логическим Путем Мы Можем Только Сказать Что Да Это Наиболее Вероятно Что Это Рембрандт По Крайней Мере По Стандартам Того Времени Но Не Так Как мы Сейчас Определяем Авторство Рембрандта Эти Каталоги Используются Как Руководящие Как Руководство Но Никто Не Может Сейчас У них Были Свои Стандарты И Сейчас Мы Не Можем Только На Них Полагаться Итак У У Есть Переход Между Картины Которая Была Шедевром В важнейшей Коллекции Со Всеми Необходимыми Документами И Переход К Произведению Искусства Которое Потеряно Во времени И Находится В Запасниках Есть Только Одно Объяснение Так Произведение Случилось Что Когда Разворачивалась Эта Дискуссия Господин Фрик Умер Он Был Единственным Человеком Который Этим Занимался Не его Секретарь И Как я Уже Объяснил Господин Девилд Также Заболел Годом Позже И Также Умер Он Перестает Работать В коллекции Фрик И Умирает То есть Все Кто Был Влечен В Эту Эту Историю Они В течение Следующих Трех Лет Умерли И Никто Не Знал Об Самой Этой Дискуссии Соответственно Она Была Потеряна Во Времени Также Как Старые Книги О Консервации В Науке Археологии Книги 19 века Они Также Потерялись Где-то В Толщие Времен И Я Мои Благодарности Библиотеке Коллекции Фрика Коллекционному Центру Фонду Самуэля Кресса Фулл Программа Фулл Хейса И конечно Организаторам Этого Замечательного Фестиваля Спасибо Спасибо пожалуйста говорите в микрофон иначе перевести невозможно проект рембрандта там есть правление которое должно прийти к консенсусу во вторых есть целый ряд тестов которые считаются стандартными это экстенсивное исследование в том числе исследование изотопного состава свинцовых белил инфракрасная спироскопия для анализа состава рентгенская флуоресценция для определения металлосодержащих минеральных красок тип масляных красок использованный является ли это льняным маслом или какими-то более поздними заменами было ли оно получено методом холодного давления качество холста экстенсивное исследование поверхности холста на предмет наличия синтетических волосков от современных кистей отпечатки пальцев которые может быть там оставлены может быть это они принадлежат известным фальсификатором или какой-то другой генетический материал из там остался можно провести анализ днк и проследить ее может быть до ныне живущих людей если это современная подделка это интересный случай потому что вы не можете сам объект отследить на протяжении дальних времен можете проследить его историю до 1776 года это один из последних одно из последних лет когда можно эти документы конечно объект могут быть подменен есть еще один спор согласно которому может быть картина в швеции оригинал наша копия иногда копии даже лучше чем оригиналы прежде всего спасибо за замечательную лекцию и у меня вопрос возможно ли в наше время создать подделку картины которая будет выглядеть как оригинал и соответствовать по химическому составу по материалам оригинальной картине возможно ли это вы хотите знать возможно ли сделать идеальную подделку итак вопрос вам можно совершить идеальное преступление да и вам не нужно совершать идеальное преступление вам нужно только найти самого тупого полицейского если вы совершаете преступление там где полиция плохо работает его никогда вас никогда не поймают но самые большие подделки или по крайней мере большинство подделок они не слишком сложные это в основном вопрос мошенничество убедить убедить кого-то что вот это вот ужасная подделка которая у вас есть что на самом деле приемлемо это создать от нас доверие а не создать идеальную картину поэтому возвращаясь ко всем усилиям сделать такую подделку идеальной я думаю это приходит к тому моменту что это уже не стоит овчинка не стоит выделки если взять крупные музеи самые известные мира лувр там метрополитен мюзеум если взять самый крупный музей мира лувр метрополитен какой процент на вот сейчас среди выставленных картин может быть поддельных картин это вопрос который мне часто задают люди хотят выяснить но единственный способ это узнать это проанализировать их все и выяснить нет нет так вот так вот такую компанию пройти по всем музеям и найти есть некая деятельность чтобы выяснить по поводу новых приобретений или какие-то точечные проблемы вы будете удивлены насколько музея открыто подходят к тому чтобы выяснить истинное состояние дел некоторые есть конечно у них особая картинка до которых они не хотят разочароваться но даже и такие известные подделки которые находятся в музее тоже представляют интерес то есть это не меняет внимание которое привлекает музей и даже цель музея это сохранение истории да есть история поддельных подделок картин пусть мы знаем что это подделка но это тем не менее история о непосредственно картине который шла речь в начале лекции вы говорили что сейчас ну что картина которого говорили сейчас приписывается двоюродному брату рембрандта но впоследствии вы сказали что те же руки и другие части ну они написаны не той техника который использовал двоюродный брат рембрандт я не помню его фамилию по какой причине данная картина в таком случае приписывается ему вот именно об этом я и хотел сказать радиус приписывал ее карлу ван дер плену с использованием в качестве аргументов того что там совпадают руки я посмотрел на его доводы посмотрел на руки и я говорю по нечего сходства нет нет ни единой картины ван дер плен а в котором рука на которой рука была расположена именно так то так что я не понимаю как он может их сравнивать картины ван дер плен а совершенно отличаются изображение меньше фигуры меньше там больше происходит каких-то сцен в интерьере комнаты есть очень мало известных конфи ван дер плен а до сих пор атрибутирована только шесть так что это это очень странный довод который он приводит здравствуйте скажите пожалуйста я правильно понимаю что то есть у меня вопрос заключается следующим а что происходит дальше если картину признали подделкой существуют ли каталоги подделок потому что насколько я понимаю в одной картины может быть несколько подделок и грубо говоря в дальнейшем не может ли это подделка еще раз вылезти на рынок но люди уже знают что это подделка то есть где это фиксируется и вообще и может быть их уничтожают но я думаю вряд ли их уничтожают правильно извините извините еще последнее дополнение в этих каталогах и еще последнее дополнение в этих каталогах фиксируется то по какому признаку картину признали недействительной я к тому говорю что может быть в дальнейшем сделать еще одну копию который лишает этот признак и таким образом дойти до в общем-то большое спасибо за вопрос он постоянно встречается в отрасли нужно создавать каталог подделок подделок нужно сделать данный каталог публичным общественно доступным например в нашем случае у нас к нам приходят частные клиенты эти частные клиенты они ценят свою независимость и они дорожат своим именем и это наше мнение как специалистов возможно другие специалисты с нами не согласятся и тогда это может привести к иску могут обратиться в суд это вызывает такие факторы риска допустим в результате таких заявлений последуют финансовые потери для одной из сторон и в одной юрисдикции на нас также могут подать суд и мы можем понести потери в некоторых других странах действительно устанавливать эти признаки подности или подделок но эти каталоги не бы не публикует в открытом доступе есть еще одна проблема в свете новой всплывшей информации меняются точки зрения постоянно движется вперед наука и то что считается подделкой сегодня возможно в будущем будет выполнена повторная атрибуция к все-таки к этому художнику и люди склонны менять свои точки зрения убеждения и и допустим если уничтожается картина подделка рембрандта я и мы не сможем ее восстановить из пепла это первая проблема есть еще одна проблема которая лежит скорее в правовом юридическом поле уничтожение уничтожение подделки может считаться попыткой уничтожить доказательства что само по себе является существенным преступлением уничтожение подделки уничтожение единственного доказательства которое ведет к преступнику может считаться также неправомирным актом теперь вы сами можете оказаться на скамье подсудимых такая точка зрения во всем мире считается что эта картина кисти рембрандта вы как считаете нет нет наоборот вы считаете вы считаете что это двоюродный брат рембрандт а другой чекистит это рембрандт ставите ли вы перед собой такую профессиональную задачу доказать всему миру что это не так что это рембрандт я понимаю вас я придерживаюсь такой точки зрения я так считаю но как я уже говорил мы продолжаем исследования изучения посмотрим к чему нас приведут эти доказательства я бы сказал следующим образом на текущий момент для нас нет оснований менять нашу исходную точку зрения по поводу принадлежности этой картины в таком случае нам придется вернуться к исходные точки зрения к исходному заключению что-то рембрандт которая была весьма устоявшимся в обществе вполне может быть так что если мы можем подтвердить исходную оценку она лучше так что-то рембрандт да мы продолжим эту работу на этом остановиться не будем да это следующий шаг а а Субтитры подогнал «Симон»